Приближается сентябрь, первый осенний месяц. Далеко не все дни в сентябре являются благоприятными и позитивными. Иногда происходит что-то такое, что портит энергетику того или иного дня. Эксперты рассказали о пяти самых опасных днях сентября. Опасные дни не говорят о том, что вас совершенно точно ждёт фиаско и проблемы. Просто в такие дни нужно оставаться предельно собранными и позитивными и не фокусироваться на чём-то неприятном. Постарайтесь научиться излучать энергетику оптимизма, чтобы в такие дни вам было проще переживать неблагоприятные изменения. По мнению экспертов, первый опасный день в сентябре нас ожидает 10 числа. В этот день ожидается переход Венеры в знак Скорпиона. Венера в этом знаке Зодиака чувствует себя не лучшим образом. Данный переход лишит планету созидательного начала. Люди станут суетливыми и непунктуальными, слабыми и ленивыми. Особенно сильно это будет заметно 10 числа. 10 сентября планы многих людей сорвутся. 11 сентября, это также неблагоприятный и опасный день, нас ожидает Луна в Берегее. Сильное сближение Луны с Землей происходит в момент ее роста в знаке Скорпиона. Такое положение крайне негативно скажется на нашем настроении, на удаче, в любви. Скорее всего, Луна в Скорпионе спровоцирует рост ревности и недоверия. Недавно начатые отношения могут разрушиться. Чтобы этого не произошло, астрологи советуют в этот день как можно меньше времени проводить вместе. 11 числа лучше заняться чем-то самостоятельно, не прося вторую половинку о помощи и не предъявляя ей никаких претензий. 15 сентября, это также опасный день. В этот день нас ожидает переход Марса в знак весов. Стихия Марса — огонь, а весов — воздух. Это гремучая смесь, которая будет негативно влиять на нас не только 15 сентября, но и в последующие полтора месяца. Этот день можно назвать днём дисгармонии и дисбаланса. Люди станут стремиться к рискам, а об умеренности многие из нас просто забудут. В этот день могут вернуться плохие привычки. Также астрологи считают, что 15 сентября будет повышенная вероятность измен и формирования любовных треугольников. 21 сентября — это также опасный и неблагоприятный день. В этот день произойдёт полнолуние в знаке Овна. Полная Луна — это само по себе время не самое простое. В сентябре Луна в этот момент будет находиться в знаке Овна, что сделает этот день очень опасным. 21 числа лучше не выходить за пределы собственной зоны комфорта. Очень важно в этот день заниматься самыми простыми делами, а ещё лучше просто отдохнуть. Вторник будет выходным для небольшого числа людей, поэтому астрологи рекомендуют поменьше уставать в этот день. 27 сентября нас также ожидает опасный день. Произойдёт в этот день начало ретроградного Меркурия. Ретроградность Меркурия будет сулить всем нам неприятностей финансового характера. 27 сентября и в последующие три недели лучше не совершать дорогостоящих и необдуманных покупок. Пока Меркурий будет двигаться в обратном направлении в знаке Весов, наше настроение будет постоянно скакать то вверх, то вниз. 27 сентября люди и вовсе могут попросту забыть всё хорошее. На первый план выйдут неприятные воспоминания и обиды. Я желаю вам удачного месяца. Пусть все беды обойдут вас стороной, а проблемы будут лёгкими и решаемыми. Если всё же в вашей жизни начнётся чёрная полоса, победить её помогут вам семь полезных советов. Во-первых, продолжайте бороться. Порой чёрная полоса нас заставляет прекратить верить в светлое будущее. Необходимо продолжать бороться и не падать духом. Это временами делать очень непросто, но нужно стараться помнить о том, что скоро всё плохое закончится и наступит белая полоса. Но если ничего не предпринимать, то дела могут ухудшаться всё больше и больше. Нужно помнить очень важную поговорку «На Бога надейся, а сам не плашай». Это важные слова, которые говорят о том, что удача, откуда бы она ни пришла, не сможет исправить всё без действий самого человека. Чёрная полоса – это проверка на прочность, а также способ стать сильнее. Помните, что всё происходит так, как должно. Проще говоря, проблемы рождаются не потому, что удача отвернулась от человека, а потому, что начинается новый этап в его жизни. Проблемы – это вестники перемен. Этот факт поможет по-другому взглянуть на самую неприятную ситуацию. Ведь никто не может избежать перемен, но любой человек может изменить к ним своё отношение. Если перестать воспринимать чёрную полосу как нечто однозначно плохое, то жизнь станет более насыщенной. Начните лучше планировать свои дела. В большинстве случаев чёрная полоса представляет собой проявление хаоса. Планы срываются, если не были хорошо продуманы. Всё идёт кувырком и наперекосяк. Поэтому приходится тщательнее заниматься планированием и в целом быть осторожнее. Также в такие периоды необходимо помнить о том, что нельзя ни с кем делиться своими планами. Счастье любит тишину, и помните об этом, особенно в периоды жизненного хаоса и чёрной полосы. Берите на себя ответственность. Проблемы в жизни появляются из-за нас самих и только благодаря нам самим могут уйти. Эксперты отмечают, что изменить ситуацию можно, только взяв на себя ответственность за неё. Нельзя винить в жизненных проблемах окружающих, Вселенную, звёзды и т.д. Когда человек отказывается от ответственности, он отказывается от контроля над ситуацией. Не забывайте думать о хорошем. Ваше настроение и отношение к чёрной полосе в жизни решают очень многое. Эксперты в области биоэнергетики напоминают о том, что невозможно стать счастливым человеком, если негативно воспринимать всё происходящее. Принимайте помощь окружающих. Будьте добры к окружающим. Доброта и забота об окружающих в период чёрной полосы – это отличный способ выйти на полосу удачи. Кто-то может дать непрошенные советы, но эксперты советуют не реагировать слишком остро на подобное поведение. Не стоит забывать в этом случае и о благодарности. Если кто-то проникся проблемой человека, искренне желает ему помочь, но переживающий беду не благодарит за тепло и участие, это может усугубить ситуацию. В период чёрной полосы помните, что всё, что вам нужно – это время. Довольно часто чёрная полоса является последствием того, что Вселенной нужно скорректировать путь человека. Возможно, для принятия изменений или исправления ситуаций придётся немного подождать. Недаром говорят, что время лечит. Есть люди, которые сбрасывают с себя груз проблем очень быстро. Не стоит им завидовать. Кому-то легко удаётся выйти из негативной ситуации, кому-то приходится идти ради этого на какие-то жертвы. И помните о силе слова и мысли. Жизнь точно, рано или поздно, вернётся в прежнее русло, либо обретёт новую форму. Я желаю вам счастья, благополучия и успеха. Не забывайте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова